Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Ну а сегодня нас любезно в гости пригласили руководители хлебозавода Георгиевские. Ведь не секрет, что уже более 15 лет эта продукция радует нас, жителей Самары и Самарской области. Ну и сейчас я буду разговаривать с заведующей производством хлебозавода Георгиевский. Людмила Александровна Ковалева, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Спасибо, во-первых, огромное, что пригласили нас к себе в гости. Это удивительное место, где мы сейчас находимся. Ну и первый вопрос, конечно, логичный. Расскажите, пожалуйста, о вашей продукции, о вашем хлебе и, собственно, почему Георгиевский? Почему Георгиевский? Ну, во-первых, это очень просто, потому что мы находимся в селе Георгиевка, поэтому хлебушка наша называется Георгиевский. Ничего секретов-то тут никаких нет. Продукция наша на сегодняшний день достаточно разнообразна. Это и хлебушек, который является лидером наших продаж, хлеб пшеничный высшего сорта. Это ржаные буханочки хлеба. Это выпечка батоны, багеты, выпечка мелкоштучная, всякие красивые наши витушки, ватрушки. Мы печем пироги с начинками, как вы видите. Последнее время немножечко увлеклись печеньками. Вот такие печеньки выпускаем к праздникам. Вот, посмотрите, мы на 8 марта, какую красоту с вами могли бы увидеть и купить, попробовать и порадовать своих родных и близких. Крова и мы печем под заказ. И, как вы видите, здесь уже линеечка напитков. Это квас георгиевский, который изготавливается только из нашего хлебушка и дрожжей, сахара. Никаких консервантов здесь нет. У нас очень хорошая очистка и питьевая вода пока в таких бутылочках. И несколько наименований различных лимонадов. Все это как бы вот на сегодняшний день наше производство. Мы, может быть, это только начинаем. Планов у нас громадье. Но, тем не менее, сегодня мы уже с гордостью можем предложить и угостить наших гостей и квасом, и напитками, и водичкой. Ну и, соответственно, угоститься нашими пирогами. А я, наоборот, хотела заметить, что вот это-то все уже в длительности процесса, да? Ведь, как говорится, Москва не сразу строилась, а начинали-то вы с хлеба наверняка. Расскажите, пожалуйста, вот о вашем замечательном георгиевском хлебе. И чем он выгодно отличается от производителей многочисленных? Ведь не секрет, что конкуренция именно на рынке хлебных изделий, она высока. Высока, так как и везде. Хотя сразу по вопросу конкуренции хочу сказать, что да, много сегодня производителей хлеба, но никого из них я не считаю своим конкурентом. Почему? Потому что труд очень тяжелый пекаря на самом деле. И тот, кто занимается хлебом, я считаю, что это герой сегодняшнего дня. Потому что сейчас как-то уходит уже в небытие вот этот ручной труд. Вот эти ночные смены, когда пекарь добивается успехов не только благодаря каким-то новшествам, каким-то технологическим машинам, автоматам, но и порой прикладывая руки. Наше производство начиналось когда-то с белого хлеба. Мы выпускали только хлеб высшего сорта. Он немножечко, может быть, отличался. Не было вот этой мельнички, которой сегодня вы как бы узнаете нашу продукцию на прилавках города. Это хлеб, который изготавливается из высококачественного сырья. И, наверное, если говорить об отличии от других производителей сегодняшнего хлебного рынка Самары, ну и других городов, нужно сказать о том, что сырье мы используем только натуральное. Это гостовская мука, только гостовская, качественная, проверенная. У нас постоянные поставщики муки. Мы не размениваемся порой на дешевые цены на муку. Мы покупаем, закупаем качественную гостовскую муку, как я уже сказала. Это дрожжи, это прессованные дрожжи. Других дрожжей и улучшителей химических консервантов мы в своем производстве не используем принципиально. Когда-то на заре нашей деятельности очень настойчиво нам рекомендовали для улучшения внешнего вида, чтобы корочка была ровная, чтобы горочка была такая красивая, подъемная, всегда был успешный хлеб. Пробовали мы применять консерванты в своем производстве, но консерванты даже в минимальном соотношении муки, воды, дрожжей и вот этих консервантов, которые действительно улучшают внешний вид и структуру, может быть, смякиш, он очень резко меняет вкусовые качества. Если наш хлебушек, когда мы его с вами разрежем, вы можете сейчас почувствовать и запах, и кослинку, и влажность, все то, чем, в общем-то, и должен отличаться качественный хлеб. Хлеб, который используется, в производстве которого используются какие-то дополнители, улучшители, они убирают это напрочь, и хлеб становится безвкусным. Поэтому я сейчас хотела бы продемонстрировать вам такие свойства нашего хлеба. Вот хлебушек лежал без упаковки какое-то время, он немножечко светрился. Но, тем не менее, вы посмотрите, на доске не остается никаких остатков, хлеб как бы не крошится у нас. И если его смять и потом расправить, да, видно было на камеру, наверное, что он принимает прежний вид. И это, в общем-то, говорит о том, что здесь, на самом деле, качественное сырье, качественная технология, и за соблюдением технологий мы очень следим на своем заводе. А из своей страны хочу сказать, что камера, конечно, уловила тонкости картинки, но она, к сожалению, не может передать тот запах и аромат, который здесь стоит. Ну, это просто потрясающе. Пахнет настоящий хлеб. Так какой же секрет рецепта георгиевского хлеба? Ну, наверное, вы хотите услышать от меня какие-то необычные секреты. На самом деле, секретов здесь никаких особенных нет. Это, опять-таки, я повторюсь, качественное сырье. Но технологии есть немножечко, как бы, такой секрет, чем отличается наш хлеб. Наша заготовка тестовая, она немножечко такая эластичная, гибкая. Она не поддается механической обработке. И поэтому хлеб наш формуется женскими добрыми руками. Вручную? Можно сказать, что 50% работы в производстве хлеба выполняется вручную. Потому что формовка руками позволяет как раз не рвать тесто, не кидать это тесто, нет соприкосновения с холодным металлом. То есть это только женские теплые руки, которые выбирают аккуратно тесто из дежи и затем формируют и укладывают уже в заготовки. Людмила Александровна, я вот вспомнила сейчас, ну, не случайно. Историю совсем недавно была в гостях. И мне говорят, георгиевский хлеб, я этой эмблемы там не увидела. Означает ли это, что сейчас на рынке можно встретить подделку? Либо это совсем недавно вы делаете эмблему, и, может быть, она еще не дошла, как говорится, до рук поставщиков? Нет, на самом деле георгиевский хлеб сейчас уже лет пять, как выпускается только с этой эмблемой. Все вопросы по поводу того, есть ли какие-то разновидности, так скажем, георгиевского хлеба, я вам скажу, нет. Есть маленькие буханочки, которые мы специально выпускаем для людей, которые как бы, ну, не могут себе позволить купить булочку за 30 рублей. Я знаю, что в городе такая цена на наш хлеб. Вот есть маленькая буханочка хлеба, которую можно купить, если человек живет один или ему не нужно столько много хлеба. Вот это единственное, что как бы есть из разновидностей пшеничного хлеба. Ну, Кольше, мы с вами заговорили о цене, я не могу не задать вам вопрос, планируется ли повышение хлеба, цены, да, на хлеб, ну и, конечно же, на вашу вот эту замечательную вкусную ароматную продукцию. Какая ценовая политика у хлебозавода георгиевский? Ну, как известно, что хлеб состоит из муки и дрожжей, поэтому наша ценовая политика зависит прежде всего от стоимости сырья. Если вы можете, как бы, посчитать каждый из вас, посмотреть, сколько стоит мука сегодня на прилавках наших магазинов, от 60, 30, 20 рублей. Чтобы испечь эту буханочку 650-граммовую, нужно полкило муки. Вот. И также дрожжи. Это не улучшители, это не сухие химические какие-то добавки, это прессованные дрожжи. Поэтому каждый может посчитать. При этом нужно посчитать зарплату пекаря. Зарплата у нас высокая, потому что отбор у нас достаточно такой серьезный происходит, потому что как бы зависимость от ручного труда, как вы понимаете, здесь от человеческого фактора, она высока. И поэтому зарплата у нас хорошая, коллектив у нас добрый, текучки кадров у нас нет, мы не страдаем этими проблемами. Поэтому как бы зарплату нужно заплатить, за газ, за свет нужно заплатить. У нас четыре огромные газовые печи, на которых мы выпекаем свою продукцию. Каждый знает сегодня, сколько стоят коммунальные условия. Но планировать вот так вот как-то специально, что будет повышение, я вам не могу сказать. Тем не менее, могу сказать только о том, что когда повышаются цены на рынке, и все мы это можем наблюдать, то, соответственно, может повышаться и цена на хлеб. Большого повышения на хлеб я за свою деятельность не помню. Если мы повышаем цену на хлеб, это на рубль или на 2 рубля. Что, в общем-то, наверное, оправдано. И тот, кто действительно хочет кушать здоровый продукт и качественный продукт, ну, наверное, со мной согласится, что не нужно иногда покупаться за то, что дешево стоит, но не всегда качественно. Товарный знак мельница, ваша, безусловно, визитная карточка. Я смотрю, она на всей вашей продукции, на квасе и на минеральной воде, и, естественно, на хлебе. Ну, на продукции такой понятно. А на хлебе почему? Ну, это небольшая предыстория, наверное, потому что несколько лет назад на рынках города Самара появилась контрафактная продукция. Что это такое? То есть не совсем добросовестные производители пекли свой хлеб, ну, не будем говорить, какого качества, одно скажу, что не очень хорошего качества, не соответствующего качеству георгиевскому хлебу, и продавали по дешевой цене. Когда у нас стали раздаваться звонки и, в общем-то, претензии по этому поводу, что плохой хлеб у вас стал, что он испортил, что внутри мякиш сырой, допустим, или внешний вид не соответствует ГОСТу, мы стали разбираться с этой проблемой и вышли вот на такой факт. Мы долго думали, что с этим можно делать, как с этим можно бороться, потому что, ну, как бы мы не можем приказать сегодня производителю не подделать какие-то известные бренды и так далее. Поэтому мы пришли к этому выводу и сделали, как бы, фирменный знак. Фирменный знак в виде мельницы. На всех буханочках нашего хлеба георгиевского высшего сорта есть такая мельничка. На маленьких буханочках этой мельнички нет, но другой разновидности хлеба у нас тоже нет. То есть, если вам предлагают в магазинах хлеб без мельнички, вот такой 650-граммовый, говорят, что это георгиевский, это не так. Это не георгиевский хлеб. Об этом нужно помнить. Ну и, конечно же, вопросы качества. Я знаю, что вы принимали участие в конкурсе 100 лучших товаров России. Какими результатами можете похвастаться? Для нас это, на самом деле, очень ответственный такой был шаг, потому что я помню себя еще в детстве, когда на товарах стоял этот знак качества. Но для меня я была пионерка, я комсомолка, очень в это верила, что действительно, если на товаре стоит знак качества, то, значит, этот товар, безусловно, хороший. И поэтому мы с удовольствием приняли участие в этом конкурсе, чтобы нам это не стоило. И мы в результате, значит, этой работы, этого конкурса, получили две золотые миндали на свою продукцию. Это, естественно, на георгиевский хлеб высшего сорта и на георгиевский хлеб ржаной. Вот эти грамоты у нас сегодня красуются у нас. Мы очень горды этим сегодня. И для нас это, на самом деле, очень высокое такое и ответственное мероприятие. И мы понимаем всю ответственность, которая на нас лежит в связи с этим награждением. Постараемся не уронить качество своего хлеба и радовать своих покупателей в дальнейшем только качественным хлебом, качественной продукцией. Ну, во-первых, примите поздравления. Это действительно очень отличительный знак. Это очень хорошие награды, которые котируются. Это понятно. Но вот в продолжении нашей беседы, как долго вы будете радовать жителей нашего города? Над чем сейчас работаете? Какие у вас планы, перспективы? Хотя я смотрю, ну вот куда уж дальше-то развиваться? Ведь, оказывается, есть куда. Есть куда, конечно. Никогда не думали 15 лет назад, что мы будем заниматься квасом или водой, или что мы будем печь печенье. Сегодня мы как бы хотим сказать своим покупателям, что мы надеемся на то, что мы будем очень долго на самарском рынке, потому что бизнес наш семейный. Сегодня вместе с нами трудится наш старший сын, очень нам помогает и занимается непосредственно напитками георгиевскими. И дочка, которая скоро выйдет из декрета и тоже будет заниматься производством. Можно сказать, для нее мы строим кондитерский новый цех, где будем выпекать и печеньки, вот сейчас мы их пробуем в таком вот вручном, так скажем, варианте, и пряники георгиевские. То есть я думаю, что у нас есть на это все основания, и, в общем-то, перспективы у нас радужные. Людмила Александровна, а вот какой объем сейчас на рынок вы поставляете? Хватает ли вашей продукции? Ну, видела вывеску в магазине «Георгиевский хлеб». Я реально видела очередь из нескольких человек. Означает ли это, что не хватает? Будете ли вы наращивать объемы производства? Объемы производства мы постоянно стараемся наращивать и периодически как бы обновляем и рейсы, и запускаем какие-то рекламные ролики, и пытаемся какими-то другими вещами привлечь, так скажем, наших покупателей к своему продукту. Сегодня мы выпускаем достаточное количество продукции. Вся продукция, которая поступает, заказ на нашу продукцию, которая поступает, мы сегодня в состоянии выполнить. Мало того, что у нас еще есть ниша, мы вот сегодня думаем с руководством о запуске второго рейса. Потому что, вот как вы говорите, я уже не первый раз слышу о том, что днем «Георгиевский хлеб» можно купить, после обеда, когда идут рабочие с работы, «Георгиевского хлеба» нет. Или предлагают какой-то другой, говоря о том, что это «Георгиевская» продукция. Или же, как бы, просто ее нет. Поэтому мы сейчас вот над этим очень работаем. Как бы нам сделать так, чтобы мы еще охватили вот эту вот нишу вечернего, так скажем, вечерней доставки хлеба в Самару. Что нужно сделать, чтобы ежедневно на прилавках, ну, хотя бы в крупных магазинах, был «Георгиевский хлеб»? Совет ваш, ну, как руководителя, что нужно сделать? Приехать, заключить договор с вами напрямую? Вот подскажите, ведь я уверена, что нас смотрят, да, разумеется, покупатели хлеба, но и, конечно, предприниматели. Очень просто с нами заключить договор. Машин наших очень много в Самаре. Где-то рядышком у нас такие звонки бывают. Звонят тот, кто новый магазин открывает, или кто хочет поработать с нашей продукцией. Звонят нам на телефон. Телефоны, в принципе, есть и на сайте. И можно подойти к водителю машины, который разводит «Георгиевский хлеб». И периодически телефоны появляются, конечно, сейчас на наших экранах. Возьмите их себе обязательно на заметку. Они пригодятся, безусловно. Ну и, конечно, приехать к вам. И, кстати, я хочу сказать, что вы всегда доступны. Я дозвонилась к вам на производство с первого раза. Меня с вами соединили. Я думаю, не составит никакого труда это сделать всем тем, кто захочет заключить с вами договор. Верно? Верно. На самом деле, мой телефон включен 24 часа в сутки, потому что производство у нас как бы круглосуточное. Мы, в принципе, даже в году не имеем возможности отдыхать. Мы отдыхаем 1, 2, 3 января. И все, все остальные дни работаем. Даже на 8 марта мы печем хлеб. Мы как бы не отдыхаем. И стараемся, чтобы наша продукция постоянно была на столе наших граждан. Ну, немножечко личный вопрос по традиции программы. Расскажите немножечко о себе. Ну, вот если можно, озвучите, может быть, краткие вехи биографии. И что вот сегодня вас, как женщину, по-настоящему радует? Ну, биографию, наверное, я могу долго рассказывать. Скажу лишь то, что сегодня я счастливая жена, мама, руководитель и бабушка. У меня на сегодняшний день трое внуков подрастают, которые меня радуют по-настоящему, как женщину, потому что я с ними по-новому открываю мир. Я смотрю на мир глазами своих внуков. Они меня радуют бесконечно каждый день. И надеюсь на то, что когда-нибудь, когда уже они подрастут, так же продолжат наше тело. Ну, и самым главным критерием качества, наверное, это детский вкус. Ведь он такой неповторимый, такой эксклюзивный. Может быть, для деток что-то будете производить. И, кстати, вот вы сами, ваша семья, ваши внуки любят продукцию? Ой, мы обожаем свою продукцию. Мало того, что мы злоупотребляем своей продукцией. По-моему, ты не скажешь, Людмила Александровна. Поэтому периодически на боках у нас появляются лишние складочки. Но стараемся потом немножечко как-то так вот себя в форму взять, потому что дети, внуки не позволяют бабушке лениться и не сидеть дома. Хотя я дома тоже очень много пеку выпечки. Мы все очень любим. Очень любим наши все пирожки и выпечки. Хлебушек у нас не пропадает со стола. Внучка у меня ржаной хлеб сейчас. Сальца, хлебушка. Квас наш очень любит, кстати, старшая внучка. Ну, малыша-то еще маленькие совсем, чтобы пробовать как бы вот эту продукцию. Еще они пока на смесях, на грудном скармливании. Поэтому как бы подрастающее поколение уже начинает кушать. И наши продукции тоже. Людмила Александровна, а как правильно хранить хлеб? Дайте несколько ценных советов. Вот и правда ли то, что ваш хлеб хранится 5 дней, и он как свежий. А вот как правильно хранить хлеб? Как правильно хранить хлеб? Об этом много написано везде и всюду. Ну, но тем не менее, по привычке мы как храним хлеб? Чаще всего в пакетик целлофановый, и на кухне где-нибудь лежит. На самом деле дрожжи, если они настоящие, они живые. И они продолжают свое развитие и находясь в хлебе. То есть, если вы положите во влажной среде, в теплой среде, в целлофановый пакет, то дрожжи начинают развиваться. Особенно в жаркие дни летом раздаются такие звоночки. Вот у вас на хлебе придумают какие-то там болезни, картофельную палочку, еще что-то. Потому что хлеб, находясь в тепле, во влажности и в целлофановом пакете, начинает расти и развиваться дрожжи. Он покрывается плесенью, что совершенно естественно. Попробуйте химический продукт в такие условия сохранить. Никаких там процессов происходить не будет. Мало того, что этот продукт будет сохраняться у вас на протяжении 3-4 и 5 месяцев. И ничего с ним не будет там происходить, потому что дрожжей там нет, живых организмов нет. Если наш хлебушек хранится у бабушки где-то в пакетике, соответственно, он и должен через 3-4 дня начать свести. Никаких заболеваний в этом нет. Это естественно натуральный процесс развития дрожжей. Поэтому хлеб лучше хранить или в холщовых мешочках, у бабушек такие есть, или в деревянных хлебницах. То есть очень любят хлеб соломку, очень любят дерево и очень любят холщовые, какие-то льняные мешочки. Вот это правильно хранить. В морозильной камере тоже не нужно хранить хлеб, потому что, в принципе... Вот по старинке, да, многие хлеб кладут в холодильник. Ну, на несколько дней можно. У меня бабушка тоже, моя мама живет в городе, и она, если покупает буханочку хлеба, ей это очень много. Она ее делит на 4 части и в холодильниче куда-нибудь складывает на хранение. В принципе, на несколько дней это способ, особенно в жаркие дни, но на столе, в целлофане ни в коем случае хранить не нужно. Ну что же, последний вопрос у меня к вам. Пожалуйста, у вас есть возможность обратиться сейчас к жителям Самары и Самарской области. И, конечно же, почему стоит отдавать предпочтение сегодня именно хлебу Георгиевский? Ну, я сегодня, наверное, всю свою речь построила именно таким образом, чтобы показать и рассказать нашим покупателям, что хлеб Георгиевский стоит кушать. Его можно кушать и взрослым, и детям, и пожилым людям, потому что ассортимент у нас сегодня такой, что можно купить и буханочку высшего сорта хлебушек, можно купить и ржаной хлебушек, можно какие-то побаловать себя пирогами на праздники, пожалуйста, можно сделать какие-то заказы, кровать, посмотрите, какие у нас замечательные девочки-рукодельницы. Печенье, которое мы делаем, это тоже ручной труд, девочки рисуют это вручную. Поэтому, если у вас какой-то праздник, какое-то торжество, или к вам пришли гости, покупайте пироги Георгиевские, покупайте наши печеньки, и ваш дом будет полон прекрасными запахами, и ваши гости останутся довольны. Спасибо вам большое за интересную беседу, ну а наша программа продолжается, и сейчас я предлагаю пройти в Святая Святых производство, где мы посмотрим, как же делается настоящий, качественный георгиевский хлеб. Объем выпускаемой продукции в месяц около 400 тонн. Номинований очень много, хлеб белый, хлеб ржаной, батоны, печенье, всякие разные булочки. Сами георгиевцы о продукции говорят, что она живая, с небольшим сроком годности, но тем она и цена, что имеет настоящий вкус и аромат домашней выпечки. Доказано, что именно в живом хлебе содержится наиболее полный набор полезных и необходимых организму человека веществ, улучшающих его экологическое состояние. Здесь их сохраняют, не нарушая течение естественных биологических процессов. И хлеб живет, как любой живой организм. Сначала он молодой, горячий, потом он остывает, зрелый хлеб. В этой продукции нет консервантов и улучшителей. Это покупатель должен знать, осознавая свой выбор при покупке. Передовые технологии или качества. Наш век высоких технологий. Многие руководители отдают на сегодня, ну согласитесь, все-таки высоким технологиям предпочтения. Петр Петрович Ковалев, директор хлебзавода Георгиевский, отдал предпочтение к качеству. Почему? Да, ответ простой. Потому что хлеб делается для людей, для нас с вами. Хлеб каждый день у нас на столе. Петр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, вы руководитель крупного предприятия. И скажите, пожалуйста, что все-таки для вас сегодня, в 2016 году является залогом успешного предприятия? Что для вас ваше предприятие? Что для вас хлеб Георгиевский? Залог успешного предприятия, конечно же, является спрос. Спрос определяет предложение производства в нынешних условиях. Сегодня говорить о том, что это просто слова, было бы наивно. Это новые производственные отношения, это большая работа с людьми, это большая работа над качеством продукции. Сегодня, вы правильно сказали, что выбор между новыми технологиями и качеством продукции, есть взаимосвязь. Противостояние такое неизначительное, наверное, но оно все-таки есть. Существуют новые технологии в области дрожжей, совершенно иных, нежели прессованные, которые, на мой взгляд, мешают сегодня качеству хлебной продукции. Таковыми являются предлагаемые нам однажды дрожжи. Это голландские дрожжи, это все рахлители искусственные, которые искажают вкус, истинный вкус хлебной продукции. Вы сказали, совершенно верно заметили, в дрожжи живого брожения используется растительное масло, воду, и нет ни одной искусственной добавки. И вот, собственно, залог успеха георгиевского хлеба. Скажите, ну а почему вы это делаете? Ведь сейчас непростая экономическая ситуация, верно? И многие спешат заработать, чем заработать себе репутацию. Ну, все правильно сказано, конечно. Можно было бы пойти путем технического прогресса, установить линии, и на линиях выпускался всегда бы одинаковый хлеб, но и одинаково, наверное, был бы он по вкусу, но вряд ли бы он был таким вкусным, как мы сегодня его делаем. Потому что, чтобы сделать такой хлеб, нужны руки, нужен ручной труд, и нужна другая технология, другой способ приготовления хлебобулоческой зелии. Мне очень бы хотелось, чтобы хлеб такого качества и такого производства, как у нас, продолжал наращивать объемы и баловал публику своими вкусовыми изысками. Температура, лучшая температура для дрожжей 36 градусов, температура человеческих рук, тела 36,6, да, мы знаем. И как только соприкасаются дрожжи, например, с металлом, или тесто, например, с металлом, то характеристики его падают сразу на 30% качества. Поэтому здесь очень важно, мы вот тщательно подбирали тестомесы 57-го года, например, которые сейчас уже не выпускаются. Но это лучшие тестомесы для хлебопечения. Другие тестомесы не способны сделать такое тесто, такое сырье, чтобы изготовить настоящую продукцию. Здесь качество сырья, качество муки, качество дрожжей, и от всего буквально зависит температура на 1 градус, на полградуса, температура в печи, температура в цеху, температура в расстойке. То есть за всем этим нужно следить. Температура воды плюс температура человеческого тела. Пришел с температурой человек, он не сможет сделать хлеб. Хлеб будет хуже. Вы сами пробуете свою продукцию. Можете ли вы отличить хлеб с хорошим настроением и без? Конечно. Однозначно. Я беру, кстати, хлеб всегда бракованный. Тот бракованный хлеб, который не проходит у нас, допустим, в продажу. Но это хлеб самый вкусный. Почему бракованный хлеб? Хлеб бракованный может быть, когда он перешел. То есть он настолько был в хорошем настроении, что он перешел границы. И этот хлеб мы называем бракованный, мы его не пускаем в продажу, но он самый вкусный. Там, где корочка свисла над изделием, там самый лучший хлеб. Самый здоровый. Ну и в городе уже появился георгиевский квас. Расскажите об этом, пожалуйста, немного. И как вы полагаете, он будет такой же популярный, как и хлеб? Начнем с того, что квас, конечно, это продукт, который предназначен для чего? Не просто вот и леодичь, жажда, но и очищать кишечник. Вот всеми этими функциями наш квас обладает. И кроме того, он обладает особым вкусовым качеством. Это живой. Вы хотите сказать, что он тоже особенный? Особенный, конечно. Квас совершенно непростая технология изготовления. Во-первых, мы используем особо подготовленную воду для кваса. Вода имеет много ступеней очистки, подготовки, оживления воды. То есть это процесс подготовки воды примерно месяц-полтора. Только воды. Ну и плюс, естественно, свои технологии, которые мы используем для изготовления кваса. Нам ничего практически не придумано. Мы берем все из рецептов народных. Квас замечательный, квас вкусный, квас интересный. Все, кто его попробовал, я думаю, что не останутся в стороне. И это не напиток. Это не то, что должно храниться полгода. Конечно, он имеет ограниченный срок хранения. Но квас и должен быть живым. Квас не напиток. Он должен работать как кефир, как сырокваша, простокваша в народе, как говорили. То есть у него практически одна и та же бактерия. Заключительное слово. Что бы хотели пожелать всем тем, кто смотрит нашу программу, можете обратиться к нашим уважаемым телезрителям, пожалуйста. Уважаемые телезрители, уважаемые покупатели. Мне бы хотелось, чтобы вы были всегда здоровы. Чтобы вы всегда были цветущими, в хорошем настроении. Для этого нужно немного. Нужно просто, наверное, позаботиться о том, что каждый из вас может нести определенную лепту в наше общество. Постараться потрудиться на месте. Сделать то, что он может сам. Если вы употребляете в пищу нашу продукцию, я думаю, что вы не останетесь недовольными. Если какие-то проблемы, если какие-то вопросы будут возникать к нам, мы готовы их принять и рассмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!